Современный ребенок, еще не успев толком понять устройство этого мира, не научившись отличать добро от зла, впадает в зависимость психологическую, физическую. От чего? Вы сами знаете ответ на этот вопрос. В прошлой программе мы как раз обсудили зависимость наших детей от гаджетов, от компьютеров, от телефонов, от фастфудов. Но вопросы на эту тему не исчерпаны, поэтому сегодня мы продолжаем. Продолжаем говорить о том, что губит наших детей и как их уберечь от этого пагубного воздействия. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о современных формах зависимости наших детей. На сегодняшний день основные формы зависимости, да, но это те, которые вечные, те, которые были всегда и которые никогда никуда не денутся. И, безусловно, это компьютер, телевизор и разного рода другие устройства. При этом телефоны и планшеты очень активно вытесняют компьютеры из этого пространства. И, например, современные пятиклассники в очень равной степени распределяют время на компьютер, телевизор и телефон. И телефонные игры становятся все более и более развитыми, все более и более современными, все более и более увлекательными. И так как родители могут отказать своему ребенку в планшете за ненадобностью, могут отказать ребенку в компьютере за ненадобностью, могут жестко выключить телевизор, ну, потому что телевизор, а вот телефон у ребенка есть. Ну, потому что он ему необходим, потому что это средство связи. И очень часто именно телефоны становятся сейчас таким эпицентром жизни детей, вокруг которого они, собственно, и зависят. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот как помочь современным детям справиться с такой зависимостью к техническим средствам, к компьютеру? Потому что есть дети, которые бросают даже учебу и не учатся, они полностью зависят от компьютера, от игр. И это, мне кажется, приходит уже в болезнь. Пожалуйста, помогите, потому что очень много таких детей, и мы не знаем, в общем, как им помочь, куда можно обратиться. Да, много таких детей, безусловно, и все больше становится. Значит, прежде чем отвечать на этот вопрос, да, вот, собственно, непосредственно, я просто предлагаю, да, две минуты потратить на то, чтобы обернуться на исторический контекст. А все подростки, все школьники, начиная с определенного возраста, во всех исторических периодах, склонны к такому явлению, которое называется эскапизм. Эскапизм – это стремление, ну, это такое романтическое стремление покинуть суровую реальность повседневную, которая, естественно, не удовлетворяет, которая ужасна, которая отвратительна и жестока, и переселиться в какой-то радужный, комфортный, счастливый мир, который дарует какие-то гораздо большие возможности, который наполнен настоящей дружбой, настоящей любовью, настоящими отношениями, настоящими подвигами, настоящими свершениями, настоящими победами. Это так или иначе проявлялось всегда. Был исторический контекст, когда поражающие головы подростков фантастика и фэнтези приводили просто к истощению в процессе чтения. Потому что любой подросток, да, любой ребенок, начиная с определенного возраста, пытается найти свое место в этом мире, пытается осознать себя как часть вот этой реальности, в которой он живет, ну и, естественно, соприкасается с какими-то альтернативными формами возможного существования и пытается там тоже найти себя. И сейчас основная форма, в которой это разворачивается, да, это, конечно, компьютерные игры. Потому что они наиболее доступны, наиболее просты и предоставляют полномасштабную и конкретную, такую хорошую, развитую, вот эту самую альтернативную вселенную. Если в процессе чтения приходится еще думать иногда и самому себе что-то там воображать, то современные технологии решили эту проблему. То есть уже ничего думать и воображать не надо. Ну, то есть все уже предоставлено тебе в готовом виде. Как говорит один мой совершенно замечательный компьютерно-зависимый клиент, да, он говорит, ну вот, кто я здесь и кто я там? Вот, то есть, а там он герой в обществе таких же, как он, замечательных людей, которым под часы по 30 и по 35, и которые так и не нашли, видимо, в полной мере себя в реальности и продолжают функционировать в пространстве сетевом, да, компьютерном, отвлеченном. На самом деле, когда мечтаешь, не нужно забывать о реальности. Иногда реальность намного суровее, чем мечты. Каждый человек мечтает, хочет, например, чего-то достичь, путешествовать, видеть что-то новое, но если посмотреть на реальность, то она намного хуже. Может быть, в своих мечтах мы забываем о наших проблемах, о проблемах с учебой, проблемах с родителями, и мы погружаемся в свой какой-то идеальный мир, вот эти розовые мечты, и чувствуемся намного лучше и окроляние. В мечтах можно сделать все, что угодно. У меня счастье, когда я с братьями играю в войнушку, мы там убиваем скелетов невидимых, а вот так ружье делаем. А еще можно из рук, из мяча или топора. Вот так. Я обожаю мечтать. А где тебе лучше, в мечтах или в реальном мире? В мечтах. Ну, расскажи, почему? В мечтах ты делаешь, что хочешь. Все равно всем. Захотел чего-то, бац! И чего-то еще, ба-ба-ац! А можно ли реальную жизнь превратить, ну, хотя бы приблизить к мечте? Ну, если будешь стараться, то можно. Ну, ты как считаешь, твои мечты воплотимы? Я даже не знаю. Мои мечты – это... Просто рай. Что мы можем сделать для того, чтобы помочь детям, да, из вот этой всей вот этой вот истории, да, компьютерной, выбираться в реальность какой-то повседневной реальной жизни? Для того, чтобы выбираться оттуда сюда, они, к сожалению, да, могут только попытаться увидеть, что в этой реальности, в настоящей, в которой им приходится жить, тоже есть что-то, и что-то гораздо более настоящее, важное и ценное, гораздо более привлекательное, чем то, что они находят там. Где же эмоции и настоящие отношения, которые вот ребенок, да, подросток может так или иначе получить? И если мы, там, посмотрим, да, на тех детей, которые этой самой зависимости подвержены в наибольшей степени, ну, это, конечно, дети с какими-то коммуникативными трудностями, с некоторыми особенностями, которые, там, не позволяют им активно и много заниматься спортом. Дети, которые испытывают трудности в учебе, дети, у которых не все в порядке, там, в отношениях с родителями, во взаимодействии с ними. Все это компенсируется вот в этом альтернативном компьютерном пространстве. Для того, чтобы ребенок не хотел играть в компьютер, не надо компьютер запрещать. Надо постараться сделать так, чтобы в своей повседневной жизни каждый день он получал больше эмоций, хороших, плохих, разных. Он получал больше эмоций и в большей степени воспринимал эту реальность как настоящую и более привлекательную. Если мы говорим о учителях, которые задают этот вопрос, да, это же, ну, совершенно понятно, да, то есть, учителя страдают, потому что дети включаются совсем не в ту реальность, да, которая не имеет никакого отношения к учебе. Я боюсь, что единственный рычаг, да, которым они в этом отношении располагают, да, это попытка сделать для них хотя бы тот предмет, который они преподают, чем-то более значимым и чем-то более эмоциональным, и чем-то более настоящим, чем то, что дети получают в компьютерном пространстве. Причем чем-то более настоящим и эмоциональным, как в положительном, так и в отрицательном аспекте, да, то есть, учитель-зверюга, который беспощадно карает за минимальное незнание, это тоже что-то настоящее и большое, да, то есть, это вполне себе дракон, которого как-то надо победить. Вопрос по электронной почте. Помогите. Скажите, возможно ли отвлечь ребенка от компьютера, если он уже втянулся в игры, интернет, соцсети, фильмы? Мой внук больше ничем не интересуется, ничем не занимается, только сидит за компьютером. Я в ужасе. Предлагаю ему почитать, сама почитать, предлагаю научить вышивать, покупаю конструкторы, игры настольные. Он только смеется и говорит, что я отстала от жизни. В интернете теперь и жизнь, и будущий заработок, и друзья. А я думаю, что это просто зависимость, болезнь. Я вижу только игры, в которых все так реалистично и страшно. Он ведь даже летом на пляже сидит с телефоном, за обедом с телефоном. Ужас. Зрение село, учится на тройке, друзей нет. Это болезнь. Буквально крик души. У меня есть клиенты, с которыми приходится прилагать отдельные усилия для того, чтобы отобрать у них смартфон во время занятий с психологом. Бабушка, конечно, понятно, в тяжелом пребывает состоянии. И ребенок, понятно, закоренелый, втянулся качественно, хорошо и от души. И в этом случае единственное, что имеет смысл по-большому это делать, по-настоящему, это, понятно, строить взаимодействие с ребенком вокруг этих самых игр и зависимости, в которые он погружается. Должны быть достаточно жесткие ограничения. И они вполне могут быть, и без них никак. И то, что с едой и количеством часов, да, это точно должно быть. Второй момент – это то, что с ребенком можно взаимодействовать, не предлагая ему что-то альтернативное. Потому что первая его реакция, конечно, будет жестким отрицанием. Бабушке имеет смысл постараться выстроить с ребенком взаимоотношения вокруг того, чем он уже занимается, вокруг того, чем он уже увлечет. Компьютерные игры, в которые он играет, бабушку пугают, очевидно. Но поговорить с ним о том, почему он играет именно в это, попросить его рассказать, во что он играет, попросить объяснить, что там происходит в этом игровом пространстве или в этих социальных сетях, и что там вообще делается. Это очень важный шаг навстречу ребенку, да, то есть это попытка выстроить с ребенком взаимодействие в том пространстве, в том поле, которое интересно ребенку. То есть если ваш ребенок маленький, увлекается, например, каким-нибудь мультсериалом или чем-нибудь еще, очень важно, да, понять вообще, что, почему ему нравится именно то, что ему нравится, да, то есть что он там находит такого, что для него важно и ценно. И в отношении компьютерной зависимости это именно так тоже, да, существует огромное количество разных игр. Во что именно он играет, что он получает от игры в те игры, в которые он играет, какие эмоции он проживает в процессе этой игры. Вот эти вопросы очень важно с ребенком обсудить. И обсудив с ребенком эти вопросы, очень важно начать что-то делать с ним вместе. Сначала вокруг, да, компьютера, а потом впоследствии и вне. Потому что, к сожалению, словами нельзя объяснить и передать никаких эмоциональных содержаний, таких по-настоящему больших, по-настоящему интенсивных и настоящих, ребенок может их только почувствовать. И когда бабушка говорит, что он учится на тройке, и друзей у него нет. Ну, то есть это на самом деле говорит о том, что друзей у него нет, потому что он просто с ними не общается и не взаимодействует. И бабушка, да, которая начинает пытаться разговаривать с ребенком о том, во что он играет и почему, не с позиции диктата и запрета, да, с позиции ограничений разумных, но с позиции некоторого интереса и уважения, но, тем не менее, это, по большому счету, единственный путь, да, который позволит выстроить с ребенком некоторый контакт, и выстроив этот некоторый контакт, на его основе двигаться куда-то дальше. Антон, с такими проблемами, я уверена, к вам обращаются родители, приводят детей. Масса. Психолог в силах, да, помочь. Психолог, понимаете, в чем дело? Что в этой ситуации может сделать психолог? Вообще, когда надо идти к психологу, так вот в двух словах, если, да, к психологу надо идти тогда, когда вы чувствуете тревогу в отношениях со своим ребенком. Что психолог сделать может в этой ситуации? Психолог может вам сказать, мама, не тревожьтесь, все окей. Тогда у вас тревога проходит, вам становится нормально, и вообще все становится лучше. То есть огромное количество клиентов, которые ко мне приходят, приходят ко мне только один раз. Да, потому что, ну, там все нормально, там надо просто не волноваться, не переживать и успокоиться. Они могут приходить потом еще через какое-то время, чтобы их снова кто-то успокоил. Бывает такое, что у ребенка есть действительно серьезные проблемы с психикой самостоятельно его, да, которые психолог в течение какого-то продолжительного времени пытается решить. Вот проблема компьютерной или любой другой, да, по большому счету зависимости, она решается, но психолог может ее решить только в том случае, если он, если ему удается адекватно донести до родителей, что та проблема, с которой мы сталкиваемся, не является результатом вот какого-то вот психологического процесса внутри ребенковской головы, а является результатом того, что вот тот контекст социальный и семейный, в котором он сейчас находится, эту проблему там, ну, предопределяет по большому счету. И если родители готовы на какие-то изменения и трансформации, ну, в том, как они вообще функционируют, в том, как они взаимодействуют с ребенком, в том, какие складываются у них отношения с ребенком, то да, безусловно, это все продуктивно, и это вообще разрешается. У некоторых людей, которые вот много играют, у них вот, если они очень много играют, у них начинает ехать крыша, и вот поэтому все и начинается так. Они начинают там ходить вот по улицам, людей убивать, драться вот просто так, магазины грабить. Это из-за того, что они очень много играют. Проблемы, вот, как вы сказали, уже зависимость от компьютерных игр всяких. Проблемы, то, что сейчас сложный период, как я уже сказала, много уроков задают. Проблемы у детей, то, что они сейчас не умеют измерять время, то есть из-за этих компьютерных игр, давай, мам, я еще чуть-чуть поиграю, давай, еще чуть-чуть. Вот они теперь перестали время осознавать. Мало гуляют, вот, недостаток всего этого. Бывает так частично. То вот к чему-то завис, то к компьютеру, то к какому-нибудь фрукту, то к какой-нибудь игрушке, а то вообще ни к чему. Проблемы у них, вот, некоторые очень любят компьютеры много играть, телевизоры смотреть. Мне мама, из-за того, что у меня оценки плохие, она мне выключила интернет, и только в 6 часов его включает, пока я уроки не сделала. Но это справедливо? Да, потому что я, вот, как только мне мама отключила, я начала лучше учиться. Раньше у меня двойки были очень часто, а сейчас нет. Сейчас уже лучше. А вот мнение папы Андрея Викторовича, который тоже перед камерой постеснялся, его высказать, но я записала с его слов. У меня трое детей. Дочь 12 лет, сыновья 9 и 8. Курение детей – это даже не проблема. Что запрещено, то хочется попробовать. Летом они у меня в деревне, и я понимаю, что летом в деревне, на графских развалинах это просто круто. Я, как все, не ударю в грязь лицом. Я курю. Я разговаривала с детьми, именно так они и отвечают. Наша реакция спокойная, мы не ругаем. Сами такие же были, только курили листья деревьев. Воспитательный момент. Хочешь – кури, но передо мной. Если тебе хорошо, я порадуюсь за тебя. Когда я учуял, что от восьмилетнего пахнет, заставил курить передо мной. Он сначала отказывался, потом закурил, закашлялся. Я спросил, тебе хорошо? Он сказал, что ему плохо, он больше не будет. Теперь они не балуются. Я сам курю, но только в походах в далеких. Но они теперь понимают, что я взрослый, и мне сейчас это действительно нужно. Я везде детей беру с собой в походы, на лодках, а в Москве я не курю. Но теперь нет проблем в нашей семье с курением, наоборот. Они у меня как на ладони. Антон, можем мы прокомментировать вот такой подход к этой проблеме? Попытка выстраивать с детьми такие открытые отношения, такие вот прям вот такие вот на показ, такие яркие, чтобы дети были, что называется, как на ладони. Это хороший ход. Это хороший ход, который позволяет родителям действительно контролировать то, что с ними происходит, с детьми. Единственный момент, с которым в этой ситуации очень важно просто быть достаточно осторожным, связан с тем, что вообще такое интенсивное вторжение в пространство ребенка, это все-таки такая довольно вторгающаяся манера со стороны родителей. То есть, когда родители, когда дети однозначно во всем всегда доверяют своим родителям, и у родителей как на ладони, в этом есть серьезный недостаток. Потому что любое воспитание ребенка в семье – это всегда процесс, который в конечном счете целью своей имеет сепарацию. Ребенок должен вырасти и уйти. Такова естественная природа, понимаете? То есть, он рано или поздно вырастает, становится самостоятельным и покидает семью. Если родители выстраивают с детьми такие теплые, практически дружеские, авторитетные отношения, то есть, папа – старший товарищ, который, с одной стороны, может понять, соотнеся это со своим опытом, но, с другой стороны, авторитетно заставляет и принуждает, да, в чем-то. Хорошая форма. Но в какой-то момент папе бы лучше оставить детям что-то, оставить детям что-то, чтобы было только их. Папа красиво шагнул по пути запретов и авторитета. Нормальный ход. Но есть нюансы, да, вот в том, что, как бы, вот на самом деле, да, содержание, и то, зачем, как бы, это все было, и надо ли еще, и будет ли это еще, ну, это как-то осталось, на мой взгляд, не вполне обсужденным. Последний вопрос, который пришел по электронной почте. Сын, 18 лет, учится на первом курсе. Замечаю, что стал курить и выпивать перед дискотекой каждую субботу. Я не знаю, что мне делать. Сильно переживаю, что выпьет больше, опьянеет, что-нибудь случится. Но ведь он уже совершеннолетний, как тут запретишь? Мы разговариваем, он уверяет, что все понимает и все под контролем. Я предложила приходить с его друзьями лучше к нам домой, посидеть за столом, поесть хорошо, выпить немного. Тут они под контролем. Правильно ли я поступаю? И что бы вы еще посоветовали? Студенту первого курса пытаться контролировать процесс его алкоголизации принципиально не имеет смысла. Потому что у него есть все возможности для того, чтобы просто употреблять столько спиртного тогда, когда он хочет и как он это хочет. И мама в этом смысле просто остро нуждается в помощи. Потому что, понимаете, мальчик вырос. И он будет пить, курить, ходить на дискотеке и общаться с девушками, и с мальчиками, и учиться исключительно в соответствии с тем и исключительно так, как это будет ему. Нужно целесообразно, естественно и комфортно. А если он будет с друзьями перед дискотекой приходить к маме для того, чтобы у мамы выпить, а потом пойти на пляски, ну это, конечно, уже тяжело. То есть тут уже психоз. И если им нужно, они выйдут и продолжат. Да. Здесь уже не спасешь, действительно. Но разговаривать, тут больше ничего не подойдет. Продолжение следует...